Всем привет, это MoreReviews, я Сергей Сергеевич Черкасов, и сегодня смотрим на одно из лучших приложений для прослушивания подкастов, PocketCast. По неизвестным причинам приложение занимает 50 место в Google Play Store, в топе платных, стоит около 3 долларов, но своих денег стоит это точно. Вот так вот симпатично выглядит главный экран приложения, куда попадаем, здесь отображаются все ваши подкасты, в уголке отображается количество новых подкастов. Вайпом вправо называется меню, в котором есть фильтры по непроигранным, аудио, видео, загрузкам и созданные плейлисты. Тут же мы можем найти нужные подкасты. Здесь у нас добавленные, популярные, радует то, что популярным отображаются русскоязычные подкасты, если вы находитесь в России, Украине или другой русскоязычной стране. Также топ-видео, сеть и категории. В общем, подкастов много, на любой вкус и цвет, как говорится. Выбирай нужное. Возвращаемся к меню. Настройки. Довольно широкие, позволяют настроить все под себя. Здесь у нас настройки воспроизведения. Перемотка. Вперед-назад выставляется нужный интервал. Выставляется возможность прокручивать подкаст вперед-назад нажатием на изображение. Возможность проигрывать, пропуская уведомления. Ставить при уведомлении на паузу. Отображать информацию о подкасте на блютуз-карнитуру. Держать экран включенным. Показывать управление плеером на экране блокировки. И возможность стриминга. Обновление эпизодов. При включении. При открытии приложения. Проверять эпизоды. Каждый час. Выставляются довольно широкие настройки. Времени. Обновлений. Возможность поставить галочку и включить обновления. Даже если телефон находится вне зоны действия Wi-Fi. И автоматическая загрузка новых эпизодов. Собственно, нотификации. Возможность разрешить приложение уведомлять вас при появлении новых эпизодов. Выставить свой звук и вибрацию. Синхронизация. Можно залогиниться в приложении. И спокойно синхронизировать свои подкасты на разных устройствах. Имея данную программку. Память. Собственно, само управление памятью. Куда будут загружаться подкасты. На карту памяти или в память телефона. Возможность выбрать папку, в которую будут загружаться подкасты. Возможность поставить галочку, дабы подкасты отображались во всех плеерах. И в приложениях, которые проигрывают музыку. Либо же только в данном приложении. Держать в памяти все эпизоды. Автоматически удалять проигранные файлы. Удалить все загруженные файлы. Или удалить все проигранные файлы. Импорт-экспорт позволяет с легкостью либо импортировать, либо экспортировать список подкастов из любых других приложений с помощью OPML файла. И, собственно, информация о приложении. Это FAC-U. И возможность отправить отзыв разработчику. Также для любителей тем есть светлая темная тема. Светлая тема выглянет приблизительно на год. Смотрим. Больше по душе. Темная, поэтому вернемся к ней. Перезагружаемся. Также в настройках внешнего вида можно включить-отключить отображение картинки для подкастов. И освежить, обновить, собственно, сами изображения. Возвращаемся к плееру. Сам плеер выглядит следующим образом. Вверху видим возможность просмотреть информацию о подкасте. Просмотреть список, собственно, плейлистов, которые мы добавляем в подкасты. Давно не играли по очереди. Возможность выставить скорость воспроизведения. Все время обделяют чем? Нужно применить ее также ко всем подкастам или именно к данным. Убилка, стрелка вошли. В всплывающем меню мы можем расшарить данный подкаст. Эпизод или позицию в эпизоде. Возможность выставить таймер сна на 5, 15, 30 минут, 1 час. Либо же выставить минуты самостоятельно. Также здесь мы имеем возможен отметить эпизод в избранное. Остановить воспроизведение или остановить и отметить как проигранное. Внизу кнопки управления, которые позволяют переключить на выбранный вам эпизод промежуток времени вперед, назад. Либо же прокрутить вручение. Все довольно легко, просто и понятно. Прячется плеер. Вот такой вот жест свайп вниз. При воспроизведении мы видим в верхнем баре вот такой вот плеер, который также позволяет промотать вперед-назад. И на экране блокировки также отображается возможность управления подкастами. Перейдя в сам определенный канал подкастов, мы видим все эпизоды. Довольно все симпатично выглядит после последнего обновления. Вверху видим кнопочки «Загрузить непрослушанные подкасты все разом». Отметить все как прослушанное или непрослушанное. Возможность расшарить через e-mail другие приложения или скопировать ссылку. И также в всплывающем меню снова дублируется у нас отметить все как проигранное и непроигранное. Отсортировать эпизоды. Собственно по алфавиту или по дате. От новых к старым, от старых к новым и так далее. Также видим сами настройки подкаста, которые позволяют выставить время старта для каждого эпизода. Возможность выставить автоматическую загрузку новых эпизодов. Перезаписать глобальные настройки и показывать все эпизоды или только новые. Вот так вот. Также отсюда же можно освежить, обновить изображение канала. Вполне вероятно, что такую небольшую популярность в данном приложении. Играет на это то, что разработчик упорно не хочет добавлять русский язык. Будем надеяться, что в ближайшее время это случится. Всем советую данное приложение. Свои два с копейками долларов оно стоит. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok